Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Сегодня мы шьем свитшот по готовой выкройке с сайта Шкатулка. Мы приобрели эту выкройку на сайте, скачали на свой компьютер и распечатали. Ссылочку на выкройку мы прикрепим под видео. В видео мы подробно расскажем, как распечатать выкройку, склеить ее, проверить по своим размерам и скорректировать. Проведем моделирование вот таких оригинальных карманов в шве. Для удобства работы с видео вы можете развернуть описание и найдете там тайм-код, в котором перечислены все ключевые моменты работы. Кликнув по времени, вы перейдете на нужный вам эпизод в уроке. Рассмотрим свитшот подробнее. Сшили моего из футера двунитка, качество пенье. Обтачка горловины, манжета рукавов и манжета низа, выполнены из эластичного трикота-жеребана. По просьбе заказчицы смоделированы два кармана в шве. Вам понравилось? Приступаем к работе. Мы скачали файл с выкройкой, он в формате PDF. Его нужно открыть на компьютере и найти страницу с тестовым квадратом. На этой выкройке размер тестового квадрата составляет 3х3 см. Нужно распечатать первую страницу именно с тестовым квадратом. Остальные пока не печатайте. Нам нужно убедиться, что размер квадрата точно совпадает с заявленными размерами. Значит, настройки печати у вас сделаны правильно и можно печатать остальные листы выкройки. Мы измеряем вертикальную сторону, в данном случае она 3 см, и горизонтальную сторону, в данном случае она тоже 3 см. При печати этого листа мы выставляем пользовательский масштаб 100% и оставляем галочку около слова «автоцентрирование». На каждой странице вы увидите метки совмещения, вот в виде таких крестиков в уголке, и цифры, которые обозначают нумерацию страниц. Как проще всего собирать выкройку? Мы берем линейку и по правому краю листа соединяем метки прямой линией. На каждой странице выкройки мы соединяем метки совмещения по правому краю листа. Дальше мы должны эту полосочку срезать. Укладываем лист с обрезанной полоской на следующий лист, сопоставляем метки. Следим, чтобы у нас совпали линии выкройки. Когда все совмещено точно, мы берем малярный скотч. Малярный удобнее, потому что его можно переклеить, если вдруг у вас что-то сместилось. И небольшими полосочками или квадратиками мы выкройку склеиваем. Также мы обрезаем правую полоску второй страницы, правую полоску третьей страницы. И так до конца, сколько листов у вас будет в первом ряду. После того, как склеили последовательно все листы первого ряда, переходим ко второму ряду. Но во втором ряду нам нужно обрезать полосочку по верхнему краю и полосочку по правому краю. И также последовательно мы совмещаем листы второго ряда с листами первого ряда. Детали манжета низа, манжета рукава и обтачка горловины, они немножко особнячком, поэтому их можно собрать в отдельный такой вот конгломерат. Вот что у вас должно получиться после склеивания всех листов. Детали подписаны, полочка, спинка, рукав. Перепутать их невозможно. Нанесены все необходимые метки. И теперь с данной выкройкой нужно немножко поработать. Нужно проверить ее размеры на соответствие размерам фигуры. Какие мерки нам потребуется снять для проверки выкройки? Обхват груди через выступающие точки груди. Или еще в стандартных методиках он называется обхват груди третьей. Горизонтально через выступающие точки груди замыкаем сантиметровую ленту спереди. По этому обхвату мы будем определять свободу облегания в данном изделии. Обхват талии измеряется стандартно по резиночке на талии. Также нам потребуется мерка длина талии спинки. Она измеряется от седьмого шейного позвонка до резиночки на талии. Эта мерка нам понадобится для корректировки длины изделия на ваш рост. Также мерка от седьмого шейного позвонка необходимая длина изделия, которую вы будете для себя выбирать. Также нам нужен обхват бедер на уровне вашей длины изделия. Например, наша длина изделия составит 55 сантиметров. Значит, нам нужен обхват бедер на высоте 55 сантиметров. Измерили, записали. Также нам потребуются мерки с руки, но манекен у нас без руки, поэтому покажу в воздухе. От начала руки необходимая длина руки или длина рукава. Эта выкройка разработана на рост 168 сантиметров. Мы шьем свитшот для девушки ростом 158 сантиметров. И нам нужно скорректировать выкройку по росту. Как это сделать? Нам нужна общая длина изделия 55 сантиметров. Она состоит из половины ширины обтачки, которая будет пришиваться к горловине. Здесь вот я отметила стрелочками, насколько поднимется линия, когда мы сюда пришьем обтачку. Дальше нам нужна длина самой детали спинки и внизу у нас пришивается 5 сантиметров манжета низа. 55 сантиметров минус полтора и минус 5 сантиметров на манжету. Значит, нам нужна длина детали спинки 48 с половиной сантиметров. Длина детали спинки на этой выкройке составляет 56 сантиметров. 56 см, минус 48,5 см нам нужно убрать по длине спинки 7,5 см. Как это лучше всего сделать? По правилам длина деталей измеряется на участке между проймой и талией. Часть излишков мы уберем отсюда, а часть излишков мы уберем с низа изделия. Вот как раз для верхней части лифа в корректировке нам поможет мерка длина талии спинки. Мы находим самое вогнутое место линии бока. Ставим здесь метку и перпендикулярно к изгибу спинки мы проводим линию. Это линия талии. Дальше мы измеряем длину деталей с учетом обтачки. Длина талии спинки на данной выкройке составляет 42 см. У нашей модели длина талии спинки составляет 38,5 см. Значит нам нужно нанести линию разреза. Вот приблизительно на этом уровне. разрезать спинку и наложить детали так, чтобы мерка длина талии спинки у нас получилась 38,5 см. Спинку свитшота мы вырезали. Здесь не вырезали по горловине. И здесь посредние линии тоже не вырезали, чтобы осталась вот эта наша метка ширина обтачки на выкройке. Прежде чем какие-то манипуляции с этой деталью делать, нам нужно линию талии со спинки перенести на полочку. Чтобы впоследствии изменение полочки сделать аналогично спинке. Вот мы уравниваем боковые срезы и переносим линию талии на полочку. Вот здесь она у нас будет. По намеченной линии корректировки мы выкройку разрезаем. И ориентируясь по сантиметровой ленте, мы добиваемся, чтобы у нас мерка длина талии спинки соответствовала измеренной на фигуре. Нам нужно пометить, где у нас совместятся листы. И также под прямым углом к средней линии спинки мы должны провести линию совмещения. Укладываем детали друг на друга, фиксируем и плавно корректируем линию бокового шва. Участок у проймы мы не трогаем, потому что сюда будет втачиваться рукав. Иначе втачивание может произойти с ошибками. Вот здесь аккуратненько корректируем контур бокового шва. Корректируем перепады по ширине, выводя новую линию бокового шва. Для того, чтобы было наглядней, я приложила к детали спинки манжету низа. После того, как скорректировали длину изделия на участке от проймы до талии, мы измеряем, сколько у нас тут осталось, 59 сантиметров. А нам нужно, чтобы вся длина составляла 55. Значит, от низа свитшота нам необходимо срезать еще 4 сантиметра. Мы их откладываем от линии низа. Проводим горизонтальную линию. Значит, пояс у нас теперь будет пришиваться не к этой линии, а к этой. Давайте мы сейчас выкройку согнем по намеченной линии. И проверим, не ошиблись ли мы в определении величины корректировки. Вот таким образом у нас будет пришит пояс после уменьшения длины спинки. У нас получилось ровно 55 сантиметров. Вырезали деталь полочки, и мы должны внести в нее такие же изменения, как мы сделали на спинке. Значит, от линии низа мы поднимаемся на 4 сантиметра, чертим новую линию низа изделия. Линия талии у нас уже была перенесена. Это линия разреза. Мы разрезаем деталь полочки. Убираем лишнюю длину по линии низа. Вот у нас совмещены линии талии. И теперь мы совмещаем боковые швы, то есть края проймы. Полочки и спинки. После всех корректировок у нас получились вот такие лекала. Это спинка, это полочка. Видно, что боковой шов у нас имеет одинаковую длину и на спинке, и на полочке. Значит, сточается без ошибок. Линия талии на одном уровне. И теперь нам нужно проверить ширину изделия. Мы измеряем ширину полочки под проймой. 22 сантиметра. Ширину спинки под проймой. И суммарная ширина полочка плюс спинка у нас составляет 45,5 сантиметров. Обхват груди нашей модели 86 сантиметров. Полуобхват 43. У модели 43 на выкройке 45,5. 45,5 минус 43. Значит, свобода облегания на полуобхвате у нас составляет 2,5 сантиметра. Или на обхвате 5 сантиметров. Это очень хорошая свобода облегания для трикотажных изделий. Дальше мы должны проверить длину рукава по нашей мерке длина руки. Наша мерка 55 сантиметров. Здесь длина рукава плюс манжета рукава составляет 56 сантиметров. Значит, рукав нам нужно укоротить на 1 сантиметр. Все изменения сделаны. Выкройку проверили и подогнали по своим меркам. Наша заказчица попросила добавить в ее свитшот карманы. Мы решили выкройку немного помоделировать и сделать два необычных кармана в шве. На 2 сантиметра выше линии талии наметили линию входа в карман. От бокового шва отступили 3-3,5 сантиметра. Мы отступаем 3. И отметки отложили ширину кармана. В нашем случае она будет 11 сантиметров. Вот на этом промежутке у нас будет вход в карман. И нарисовали две мешковины. Разрезали деталь кулочки. И теперь между метками подклеиваем одну мешковину и вторую мешковину. Моделирование кармана завершено. И теперь мы можем приступать к раскрою.